Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Россия выделит до 100 миллиардов рублей на развитие международного транспортного коридора Север-Юг. Правительство России выделит порядка 100 миллиардов рублей на развитие международного транспортного коридора Север-Юг. Новый коридор позволит увеличить объемы перевозки товаров между Россией, Азербайджаном, Ираном и Индией. Соглашение о создании международного транспортного коридора было подписано в 2000 году. Указанный маршрут изначально рассматривался индийскими властями как наиболее короткий и выгодный с финансовой точки зрения маршрут на пути поставки индийских товаров в Европу. Для Индии транспортный коридор северо-юг является конкурентом китайскому новому шелковому пути. Индия по мере стремительного роста собственной экономики нуждается в расширении присутствия своих компаний на западных рынках. Такие же намерения есть и у иранских компаний, пока еще находящихся под санкциями. Однако такой же статус, имеющийся сейчас у российских компаний, позволяет позитивно оценивать перспективы российско-иранского экономического сотрудничества. Одним из ключевых проектов в рамках развития транспортного коридора северо-юг является строительство при участии РЖД железной дороги, начинающейся от азербайджанского города Астара до иранского города Решта. Сооружение данной железной дороги позволит увеличить пропускную способность коридора северо-юг на 10 млн тонн грузов в год. Если сегодня по указанному маршруту перевозится в среднем от 4 до 6 млн тонн товаров, то к 2030 году грузооборот должен вырасти в несколько раз до 25 млн тонн грузов. Проект «Северо-юг» представляет собой мультимодальный торговый маршрут протяженностью 7200 км. Конечными его точками являются российский город Санкт-Петербург, а точнее порт Юст-Луга на Балтийском море и индийский порт Мумбаи. Полноценно функционировать транспортный коридор должен с 2030 года. К этому времени каждая из стран должна выполнить свою часть работ по строительству автомобильных и железных дорог. Посол Ирана в России Казьем Джалали сообщил, что благодаря новому маршруту Иран станет транспортным хабом на пути поставок импортных товаров из третьих стран в Россию. Сейчас основной объем грузов доставляется в России морем и на судах, предлежащих западным логистическим операторам. Эти операторы частично приостановили исполнение заказов российских компаний на транспортировку грузов. Использование новых торговых маршрутов, таких как сухопутный коридор Север-Юг и Северный морской путь, позволит преодолеть санкционные барьеры, возведенные западными странами против России и ее торговых партнеров.